приветствую вас христос воскрес христос воскрес аминь аминь слава богу слава богу что он воскрес да да и слава богу что мы здесь что мы это понимаем что мы в это верим да если человек не верит в это тогда просто говорит эти слова но не прилагает ему сердце не понимает не осознает вообще что и означает эти слова и то что действительно произошло то они не имеют в нем силы до в его жизни не имеет власти но когда вы произносим и действительно верим что он воскрес да и мы это подтверждаем тогда действительно эти слова они отзовутся благословением в нас и слава Богу, что Он воскрес, и мы сегодня с вами отмечаем праздник Пасхи, праздник воскресения нашего Господа Иисуса Христа, праздник Его победы, да, еще называют Победа Иисуса Христа. Мы даже пели сейчас с вами один из псалмов, из гимнов, где говорилось, что Он победил, действительно Он победил, и Писание нам это подтверждает, да, была совершена духовная победа над смертью, над грехом. Он взял на себя все, весь, да, весь грех мира, написано. Что это означает? Что нету в мире такого греха, который бы совершил человек, который бы не взял на себя Иисус Христос и не смог бы его простить, да, поэтому. Он пригвоздил ко Христу все наши грехи, которые были, которые есть и которые будут. Весь грех во все времена, которые, да, Он пригвоздил ко Христу. И воскрес, да, Ему нужно было не просто умереть на кресте, не просто взять на себя эти грехи, Ему нужно было и воскреснуть для нашего, написано, оправдание. Чтобы мы были восстановлены в тех правах, которые мы утеряли, когда согрешили все в Адаме и Еве, в Эдемском саду, тогда в жизнь человека пришло горе. Какое? Пришла смерть. Смерть духовная сначала мгновенно, а потом пришла смерть и физическая. Ведь человек был создан Богом вечным. Даже врачи сегодня, для них загадка, почему в определенный момент у человека срабатывает ген старости. То есть, по сути дела, он, да, человек, он достаточно внутри, он может, все клетки, они восстанавливаются. И он утратил, утратил вот эту жизнь, которую Бог изначально заложил в него. Он утратил взаимоотношения с Богом. Он стал ему врагом, потому что он поступил не так, как хотел Бог, Творец и Создатель. И для этого, конечно же, чтобы мы примирились снова с Богом, чтобы мы восстановились в правах, должен был прийти Спаситель. И знаете, мы обычно что-то духовное, вот эту духовную победу, да, мы, например, говорим, что это духовная победа, мы обычно что-то духовное мы всегда сравниваем с теми образами, которые есть в этом мире, чтобы нам, может быть, легче понять. Конечно, они до конца, может быть, не дают нам полного представления действительно о том, что вот Бог нам как действует, как делает, но все равно что-то какие-то показывают, да, моменты, более понятливее, что ли, нам становится. И вот хотелось бы сравнить вот эту победу Христа на Голгофе с той победой, которая была совершена вот совсем недавно, в прошлом веке. Самая страшная война считается, Вторая мировая, да, или Великая Отечественная война. Сколько людей погибло, чтобы добиться победы? Говорят, только там в Советском Союзе уже 40 миллионов, 50 миллионов насчитали. А если вообще взять, да, там, ну, все страны, то там уже больше 100-120 миллионов. Сколько унесла жизней. Говорят, самая страшная, да, война, которая была за историю человечества. И она принесла определенный мир. Но мы видим, этот мир, он лишь ненадолго. Снова, да, уже в наше время поднимает, опять же, голову нацизм. Люди не прекратили воевать после этого. Все равно стычки, они происходят постоянно. На земле не было времени, когда не было вообще войн нигде. И со временем люди забывают уже об этой победе. И уже прогнозируют даже, что должна быть, да, и следующая, которая еще больше унесет жертв людей. Ну, знаете, столько людей погибло. И они вот этой победы достигли, которая до конца, она еще не победа. Ну, умер один человек, Иисус Христос, который принес нам полноценную победу над грехом и смертью. Знаете, даже если бы все люди мира, они погибли бы, а бы они бы не смогли нам дать вот эта их жертва, вот эта их гибель, то, что дал нам Иисус Христос. Спасение, искупление, жизнь вечную. Даже если бы все люди погибли, этого не произошло бы. Потому что все согрешили в Адаме и Еве. Все люди согрешили. Нету праведного ни одного. Должен был прийти Христос, который был зачат от Святого Духа. Был стопроцентный Бог и стопроцентный человек, и страдал как человек. И воскрес. Чтобы мы действительно имели сегодня великие благословения. и были восстановлены в тех правах, которые мы утратили. И какие мы права утратили? Мы не только оправданы. Сегодня, говорит Писание, такое юридическое, что ли, понятие. Но мы названы снова детьми Божьими, всякие верующие, да, в жертву Иисуса Христа. Мы названы Его сыновьями, дочерьми. И восстановлены в тех правах, которые Бог нам обещает. И изначально Он обещал. Хотел, чтобы они были. У нас есть обетование вечной жизни, с Ним на небесах. Когда-то, когда человек согрешил в Эдемском саду, он был изгнан оттуда. Там, где ему, ну, по сути дела, ничего делать не надо было, да? Да, он, как бы, смотрел за садом, наблюдал. Общался с Господом в прохладе дня. Было ему комфортно, спокойно, мир пребывал в сердце. Но после этого, говорится, что он должен был трудиться в поте лица. Сегодня мы имеем опять обетование вечной жизни с Ним на небесах, в Его святом присутствии, где не будет ни болезней, как было в Эдемском саду. Будет радость, будет Божья любовь, будет Божья благодать, Божья милость постоянно. Мы снова приобретаем это. Веря в Голгофскую жертву и воскресение Христа. Мы снова приобретаем отношения с Богом, те, которые были утеряны. Мы можем обращаться к Нему на всяком месте, так говорит Писание, благодаря воскресению Христа. Мы снова живые, да, говорит Писание. Потому что грех Он принес нам смерть духовную. Но сегодня мы можем... Нету препятствий для того, чтобы обращаться к Богу, общаться с Ним. Мы примирились, написано, с жертвой Христа. Раз и навсегда. И знаете, обычно человеческая война, она несет что здесь? Она несет разрушение. Нету ни одной войны, которая бы не была без разрушений, после которой надо восстанавливать, да, опять же, людям там что-то какие-то строить. Но Бог для нас приготовил город, Он сам для нас его построил, да, Он говорит, Он приготовил для нас тысячелетнее царство, потом небесный Иерусалим, обители. Это действительно великая милость, великая благодать, великая победа, которую мы сегодня все отмечаем с вами, вспоминая то, что совершил Господь Иисус. И знаете, хотелось бы зачитать один стих, мне его прислал брат, который недавно был у нас, он был, он с Украины, с Мариуполя, и вот они поехали дальше, у нас ненадолго задержались, потом поехали дальше, в одно место планировали, в итоге оказались в Краснодаре. И вот он мне сегодня прислал стих, поздравления с праздником Пасхи. Слава Богу, дожили до Пасхи, слава Богу, встречаем весну. Мы сегодня живем с опаской, созерцая ковид и войну. Слава Богу за этот праздник, луч надежды, среди мрака и тьмы. Если ты Иисуса причастник, ты его воскреснешь, однажды и ты. И не важно, что здесь происходит, мы не знаем, чего еще ждать. Все земное однажды проходит. Вечно только Христа благодать. Воскресение Христово, как солнце, сходят сумраки, бед и скорбей. Верой чистой до Бога дотронься и беги к Иисусу скорей. Он воскрес, разорвав цепи ада. Силен Он изнемогшим помочь. В Боге жизни небесной отрада силен Бог темноту превозмочь. И какая бы тьма не восстала, есть надежда в Иисусе Христе. Он воскрес, чтоб душа ликовала, невзирая на то, что извне. Слава Богу, дожили до Пасхи. Поздравляю, мой брат и сестра. И взирая вперед без опаски, будем славить Иисуса Христа. Аминь. Давайте мы прославим сейчас Господа. Господа. Спасибо.